Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, а самое главное уважаемые наши контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Задают мне вопросы люди при контакте наши контрагенты и задают иногда неконкретные, что не может не радовать, прямо скажем радует. Какие цели вы преследуете, Виктор Николаевич, в чем ваша основная задача? Это наша задача очень тесно переплетается с деятельностью, которую осуществляет Ростехнадзор, это во-первых, а во-вторых, конечно, мы их для себя формулируем и очень-очень достаточно четко, то есть они нами выпистованы, мы их четко видим, четко понимаем, они для нас не являются абстрактно-метафорическими целями, они для нас очень конкретны. Для наших контрагентов они не всегда понятны, но тем не менее задают такие вопросы, чаще всего задают, конечно, вопросы конкретного какого-то содержания, как, что, зачем, почему, каковы результаты, что мы получим в результате общения с вами. Мы на эти вопросы отвечаем, но иногда встречаются руководители, директора предприятий, главные инженеры, начальники отделов безопасности и так далее спрашивают, все-таки задают не конкретные, а метафорические вопросы, для них, по крайней мере. Итак, соответственно, ни для кого не секрет, существуют два вида целей, это тактические цели и стратегические, вот так вот я их разместил на этом листе, вы можете его видеть, тактические цели, стратегические цели, что первично, что вторично, трудно сказать, стратегия, наверное, доминирует, конечно, над тактикой, но, тем не менее, вся наша работа, вся наша деятельность лаборатории, она построена от практики к теории, соответственно, на первом месте для нас, конечно, идут тактические цели, ну, можно назвать их, наверное, в какой-то степени задачи, всего их у нас четыре, но основная цель, это совершенствование, улучшение диагностики, процедур и методов дистанционной психофизиологической диагностики. Мы занимаемся диагностикой прежде всего, у нас есть другие тактические цели, но это для нас на данный момент является основной. Мы проводим дистанционные психофизиологические обследования, проводим их с высокой степенью точности, проработанными и проверенными временем и практикой, и наукой, методиками, и, соответственно, оформляем справки, разрешительные справки для Ростехнадзора, которые требуются благодаря административному регламенту номер 721. Это основная наша тактическая цель. Ну и, конечно, мы стремимся к чему-то, у нас организация называется НПЦ, научно-практический центр АКМЭ, с латинского это переводится как совершенствование, и вот в первом слове это даже отображено, совершенствование. Ну и, конечно, мы стремимся к какому-то новому уровню. Для наших стратегических целей мы формулируем это следующим образом. Повышение уровня безопасности в области человеческого фактора на потенциально опасных производствах и видах деятельности. Другими словами, надо говорить о том, что самолеты у нас падают, поезда сходят с рельс, остановы на атомных станциях происходят стандартно, 2-3 останова в год, о них никто не знает, никто не слышит, но это нормальная норма, нормальная норма, вот такое масло-масляное. Соответственно, происходят ЧП и в других областях деятельности, соответственно, в транспортной сфере, атомной сфере, нефтегазовой сфере и так далее, и так далее. Таких сверх критических для нас, в нашем понимании, около 15-16. Все они отображены на нашем сайте, их можно увидеть. Соответственно, на вопрос наших потенциальных контрагентов, к чему вы стремитесь, какие цели преследуете, вот этим видео я отвечаю. Тактические цели, диагностика, лучше, лучше и лучше усовершенствовать, сделать качественней, точнее оценить человека. И стратегические цели, общая, понятно, не только одна зависящая цель, а улучшение уровня безопасности в нашей стране по разным-разным производствам в области человеческого фактора. Не только техника важна, и не столько даже техника важна, по нашему мнению, как человек, с его страстями, с его мышлением, с его личностью и так далее. Для кого не секрет, я повторюсь, в предыдущих видео об этом говорил, до 70-80, некоторые специалисты оценивают, до 90% проблем в области потенциально опасных производств и потенциально опасных видов деятельности, зависит от человека, от человеческого фактора. Не сам по себе самолет падает, а по той причине, что или ошибка пилота, или техник где-то что-то недосмотрел, и так далее, и так далее, и так далее. Сами этих примеров можете придумать достаточно много. Вот, если вкратце, ответ на вопрос. Наши основные цели. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!